Поврежденный участок на набережной так и не восстановили. Напомню, на прошлой неделе на отрезке между Бабушкиным взвозом и улицей Провианской провалился асфальт. В пятницу вечером яму засыпали щебнем. Убедиться, что ремонтные работы начались, на место повреждения приехал председатель комитета капстроительства Саратовской области Николай Якубович, который, по мнению ждавших его журналистов, был, цитирую, «навеселе». Почему у новой набережной оказался такой короткий срок годности и кто будет исправлять ситуацию, смотрите в нашем репортаже. Детский свет, настроение хорошее у всех. Новую набережную Саратова в сентябре прошлого года открывали массово и торжественно. Пели, танцевали, благодарили строителей и строили планы на будущее. Теперь у граждан открывается возможность превратить новый участок в территорию здоровья и спорта, а также сделать главной достопримечательностью Саратова. А теперь главной достопримечательностью может стать провал на новой набережной. Яма рядом с ограждением появилась в начале июля. Это так называемая вторая очередь прогулочной зоны от Бабушкина взвоза до улицы Провианской. Самый свежий участок строительства. Ему нет и года. В Комитете капитального строительства региона ответили, что в ЧП виноват подрядчик. Саратов ГЕСстрой. Тот самый, чьи специалисты в апреле объясняли губернатору. Сейчас мы должны уплотнить вот эту часть. Еще подсыпать, да? Еще и подсыпать до отметки вот так. А здесь бетон и асфальт. А здесь что будет на этом месте? Асфальт? Асфальт. Бетон и асфальт. А бетон и асфальт, да? О том, что через несколько месяцев провалится и бетон, и асфальт, чиновники, оказывается, хорошо знали и ничуть не волновались. Продукты засыпки, они велись в зимние веки. Поэтому просадки, которые технологические были возможны, мы ждали. Мы ждали, что это не произойдет, но за что то, что есть. Планируете, что еще так может произойти? Может быть. Никто не... Это интервью исполняющий обязанности председателя комитета давал в пятницу, поздно вечером. По информации наших коллег из информационного агентства «Четвертая власть», чиновник был явно на веселе. Журналистов уверял, цитируя, что яму на набережной защебенят и укатают. Они сделают защебенят, укатают, чтобы было утрамбовано, и сделают асфальт в погрязи. Яму начали засыпать в тот же вечер. Правда, на этом работы и остановились. Саратовские лодочники вообще считают, что в ситуацию должна вмешаться прокуратура и проверить, как возводили набережную. Смотрели не только я, смотрят все наши лодочники. То есть засыпалось это все и брался грунт со дна реки. И машины привозили со строительным всяким мусором. То есть засыпалось всем, чем угодно. Областные чиновники уверяют, что все провалы и трещины новой набережной подрядчики будут устранять за свой счет. Мол, область свою долю уже внесла. 800 метров второй очереди набережной от Ротонды обошлись 300 миллионов бюджетных рублей.